МИНУТА В МИНУТУ РАДИО БОЛТКОМ СИЛЬМУ ВЛЕ ДОРОГИЕ ГОСТИ СИЛЬМУ ВЛЕ МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ЕБАЙ ВЫ БЛОКБАСТЕРЫ ГОЛИБУДА ВОЧЕРТ ВА СТЕЙ ПОДРАИВ ГРАСТУЙТЕ ВСЕ ТАЙНЫ И СЕКРЕТЫ КИНОЗВЕЗД ЕГО ДЕЛА БИЛЕТЫ НА ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ НО, ЗА ИСКУСТВО ПРОГРАММА СИНЕМА ПОЕХАЙ Ну что же, начинается программа СИНЕМА Приглашаем к радиоприемникам всех киноманов Ну, каковыми вот мы с Владимиром Веселовым и являемся Привет, добрый день Привет, 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 всем привет, Олег, привет слушателям Ну и давайте вот про структуру немножечко нашей программы Сначала мы, наверное, поговорим о премьерах Которые, фильмы, которые выходят на этой неделе Обсудим новости И, в общем-то, я предложил такую тему Фильмы, которые мы смотрим, когда нам плохо Ну, действительно, мы сейчас находимся в каком-то потоке тревожных новостей И люди, я думаю, что действительно устают каждый день Начинать просмотр лент с каких-то, ну, сообщений о войне Известно, что мне кажется, что вот как раз-таки Пик посещаемости кинотеатров был достигнут во время Второй мировой войны Когда люди ходили просто в кино, чтобы уйти от этого, от бомбежек, от ужасов Ну, вот такая форма эскапизма И, в принципе, у каждого есть какая-то, ну, наверное, своя Свой секрет, вот свои любимые картины Свой, не знаю, любимый вот какой-то запас фильмов, которые они смотрят Когда им на душе, ну, как-то неспокойно, плохо И вот мы можем просто поделиться, обсудить вот какие-то картины И, кстати, сегодня очень интересный день в плане кинокалендаря Очень много дней рождений людей, связанных с кино И тоже о них я вот могу чуть-чуть рассказать, вспомнить Сначала о премьерах Ну да, давай там, я, правда, не могу сказать многое О тех фильмах, которых я смотрел на этой неделе стартуют Единственное, что интересно отметить, что прямо сегодня Кто еще хочет, наверное, может успеть В форум Синемас будет один сеанс Фильма «Крестный отец», который отмечает Пятидесятилетие Да, в этом году юбилей такой прям полувековой Поэтому, если кто-то вдруг не посмотрел Или если посмотрел, но все-таки хочет восстановить память Или просто большой поклонник То есть такая возможность посмотреть этот фильм на большом экране Потому что, понятное дело, что 50 лет назад мы этого сделать не могли Поэтому сейчас вот такая есть уникальная возможность И если кто-то захочет, может еще, наверное, успеть и билеты купить Я вообще большой поклонник Что сегодня сеанс в 7.30, если что Я огромный поклонник, конечно, этого фильма И так периодически его пересматривая Получаю какое-то неземное удовольствие Потому что все сошлось Вот как-то все звезды сошлись Все актеры Ну вот невероятно Вот какой-то такой кастинг потрясающий Сама история, которая вот в равной мере, в пропорциях Сочетает в себе и драму, и криминальное кино И любовные какие-то Ну то есть вот все как-то вот гармонично Вот прямо как в блюде В котором все ингредиенты в равных, вот в нужных пропорциях попали Просто, конечно, фантастически И Франсис Форд Коппола ведь был очень молодой Начинающий, можно сказать, режиссер Которому доверили первый такого рода большой проект Проект, который в свое время Ну, похоже, вот как с унесенными ветром Там же сколько кастинг проходил Там и Фрэнк Сенатор пробовался на роль Крестного отца Дона Корлеоне Ну да, вокруг этого фильма очень много сейчас Каких-то легенд И, кстати, что интересно Поскольку действительно легенд много Это как бы дает, дало прекрасный повод рассказать об этом И в конце апреля, мне кажется, выходит сериал Снятый как раз о том, как снимали Крестного отца Он называется «Предложение», если не ошибаюсь Это как раз такая отсылка к тому самому предложению От которого невозможно отказаться О чем была речь В Крестном отце Вот, и, соответственно, восьмисерийный, мне кажется Это мини-сериал будет Опять же, для поклонников, наверное, будет интересно Посмотреть и узнать, как проходила работа Над этим сериалом Ну, возможно, там будет не вся Совсем правда Но что-то обязательно будет такое Чего мы не знали Ну, то есть информация о том, что им Та же самая, та самая пресловутая «Мафия» Не хотела, чтобы этот сериал показывали Фильм, в смысле, фильм Да, 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 фильм То есть какие-то были в связи с этим разговоры С продюсерами и режиссером Но, как бы, они отстояли все-таки и сняли Притом, при всем, что я читал, что в самом фильме Слово «Мафия» вообще, по-моему, не использовалось ни разу Или использовалось только всего буквально несколько раз Но он стал таким прямо эталоном этого жанра И, в принципе, стал одним из тех фильмов Которые, в том числе, и ругают за то, что он настолько хорош При этом воспевает, собственно говоря Образ жизни не совсем порядочных людей Но показывает их, как бы, такую внутреннюю человечность Ну, так можно сказать То есть какие-то их внутрисемейные связи Которые крепкие и, собственно говоря Делают возможное то, чем они занимаются Ну, поэтому, да Поэтому фильм в любом случае интересный Правильно ты сказал, что режиссер был молодой И ему удалось снять этот шедевр Но, опять же, по книге, по которой снят этот фильм Тоже, ее автор тоже находился Как пишут, он находился в крайне затруднительном финансовом положении То есть он был разорен И вот когда продал права на эту книгу И она, собственно говоря, тоже вернула его к финансовой стабильности Вот Ну и... Да, и стоит вспомнить, что фильм породил еще два продолжения Как минимум Ну, возможно, они не настолько успешны И не настолько культовы, как первая часть Не-не-не-не, вторая Вот, кстати, со вторым фильмом говорят, что это тот редкий случай Когда, ну, вот продолжение получилось как минимум не хуже оригинала Некоторые даже ставят вторую часть выше первой И, в принципе, ну, вот будем надеяться, что и второй фильм можно будет посмотреть Потому что там Роберт Де Ниро играет, вот Дона Корлеоне в молодости Ну, да Да, то есть в первой части играл Аль Пачино Второй Роберт Де Ниро То есть это актеры, которые на долгие годы потом за ними закрепилось такое амплуа итальянцев Криминальных итальянцев, которые, вот если надо было что-то такое сыграть Около мафиозное, то вот они были в списке на первых местах Ну и вот с Марлоном Брандо говорят, что настолько он действительно импровизировал Что в сценарии не было предусмотрено, но он увидел бродячего котика на съемочной площадке Тут же схватил его на руки И вот этот образ гангстера с котиком, которого он поглаживает Стал настолько тоже вот культовым, что затем был спародирован в Остине Пауэрсе, в общем-то Ну и получил такое развитие Да, он много где был спародирован Можно вспомнить, не знаю, какие там ЧПДЛ спешат на помощь, где тоже был криминальный кот Именно он был котом мафии То есть это все, видимо, ноги оттуда растут Из крестного отца И вот поразительно, что это действительно была просто актерская импровизация Марлона Брандо А еще... Да, но об этом фильме просто можно долго говорить Я просто помню, что в институте нам в том числе показывали сцену Как образцово-показательную сцену крещения младенца Когда, собственно говоря, Аль Пачино становится крестным отцом И одновременно с этим он расправляется со всеми своими недругами То есть он как бы становится крестным отцом в двух ипостасях С одной стороны он становится крестным отцом ребенка С другой стороны он становится крестным отцом, как боссом своего клана То есть эти две части были так переплетены между собой И прямо образцово-показательные сняты Что вот нам это показывали в институте Как прямо образец монтажа Образец какого-то такого искусства Ну, как бы высшего искусства кинематографам Ну, и я хочу сказать, что несмотря на то, что мы привыкли в первом фильме Ну, как бы воспринимать Марлона Брандо как главного персонажа Тем не менее, вот самый такой яркий образ, показанный в развитии Это образ Майкла Корлеоне, вот младшего его сына Который, вернувшийся после войны, абсолютно не желающий Вроде бы не иметь никакого отношения к миру криминала Он втягивается в это против своей воли И становится как бы и преемником своего отца И это прекрасно вот сыграно Аль Пачино То есть это невероятно достойнейшая роль Которая вот просто поразительно Почему он не получил Оскара за эту работу Ну, опять же, я читал, что продюсеры Ну, и киностудия очень сильно наставила на том Чтобы эту роль сыграл кто-то другой И они говорили Коппеле, ну вот посмотри, какой из Аль Пачино Он же маленького роста, такой достаточно невзрачный Какой из него гангстер и прочее И пишут, что только увидев сцену, где он совершает свое первое преступление Они, мол, осознали свою ошибку и сказали Да, да, вот это прямо ты идеально выбрал этого актера для этой роли То есть Аль Пачино их смог поразить В тот момент, когда это было нужно И вот я читал, я все время уже не первый раз привожу эту историю Байку Сам Аль Пачино вспоминал о том, что он жутко боялся Что его действительно уволят с этого фильма И этому были причины Потому что вот он с юмором вспоминал момент Когда Фрэнсис Форд Коппола ему говорит Значит так, эта сцена начинается так Вот ты танцуешь Аль Пачино говорит, простите, я ужасно плохо танцую Затем ты произносишь по-итальянски Говорит, я не говорю по-итальянски Вот он начинает это вытирать И потом ты выбегаешь, садишься в машину, уезжаешь Говорит, я не вожу машину И в общем Фрэнсис Форд Коппола поразит Кто вообще предложил этого парня Ну и вот он говорит, что я чувствовал, что я уже вешу на волоске Что сейчас меня просто выгонят к чертовой матери И заменят каким-нибудь другим актерам Вот действительно такая вот судьба Ну то есть я говорю, что этот фильм Просто вокруг него очень много баек И в том числе и поэтому будет интересно посмотреть, наверное, сериал О котором мы говорили Ну и, конечно, саму картину на вашем экране Да Еще вот, кстати, будет очень редкий и необычный фильм показан Его будут показывать в Splendid Palace и Кенобизе Что мы видим, когда смотрим на небо Грузинская картина Вот я обратил внимание, посмотрел трейлер Это такой очень романтичный фильм-сказка Но фильм-современная сказка Вот о любви двух молодых людей Что-то, к сожалению, в трейлере Там по трейлеру особенно невозможно понять, в чем сюжет И там это нарочно как бы Ну, нам не рассказывают, о чем будет картина Но фильм невероятно поэтичный, очень красивый И он получил, я понимаю, множество призов на всяких кинофестивалях Поэтому те, кто любят... Ну, вообще грузинское кино, оно отличается очень какой-то такой вот Невероятной красотой и поэтичностью, мелодичностью киноязыка Поэтому я думаю, что для тех, кто приходит в кино Получить какие-то эстетские ощущения Просто получить удовольствие от красивой, удивительной истории Вот обращаю ваше внимание на фильм Что мы видим, когда смотрим на небо Грузинское кино с Планеталеса Кинобизе Ну, и единственная вот как-то такая большая, можно сказать, премьера Это боевик «Скорая» Фильм я посмотрел, трейлер только Ну, я еще тоже картину не видел Там играет... Ну, во-первых, режиссером выступает Майкл Бэй Странно, но после фильмов там «Скалар», «Магеддон», «Плохие парни» Вот почему-то начались эти трансформеры И немножко его стиль как-то... Не то чтобы изменился, но фильм «Скорая» Он как бы по сюжету смотрится, честно говоря, как B-movie Хотя вот есть в нем все И взрывы, и погони, и множество перестрелок, и сюжет И Джек Джилленхол Но там такой очень... Ну, сюжет какой-то достаточно банальный То есть... Ну, вот один из героев, он нуждается в деньгах, чтобы сделать операцию жене И обращается за помощью к брату Причем самое смешное, что один актер чернокожий, а второй, значит, Джилленхол белый Но они играют братьев Ну, там я так и не понял, в чем смысл Сводные они братья, или по трейлеру непонятно, но как бы нам говорят, что это братья Ну, поверим А сейчас такое время, в общем, там этот, как это говорят, слепой кастинг Ну, и они решают ограбить банк И в результате, поскольку это ограбление пошло не по плану Они должны спасаться бегством И захватывают машину скорой помощи А в этой машине уже молодая женщина-врач И раненый полицейский Ну, и вот на этом строится фильм Триллер Ну, вот, если честно, в трейлере очень много показано там каких-то погонь, перестрелок Все это сделано с таким очень сочным, как у Майтла Бея, звуком Но вот чуть-чуть вот как-то не чувствуется, если честно, души Ну, да, я не смотрел даже трейлера В принципе, я тоже хотел сказать, что эти трансформеры, ну, вот, должен признаться в нелюбви к этой франшизе полной Мне кажется, она как-то не только сама деградировала после первого фильма Но и заодно прихватила с собой тех, кто в нем играл То есть там, например, Меган Фокс снималась и потом покатилась ее карьера И Шайл Абьев, по-моему, играл и тоже после этого ничего хорошего И вот, собственно говоря, и режиссер То есть действительно, как ты сказал, до этого фильма он снимал действительно очень топовые, очень крепкие боевики Которые прямо были образцами жанра А потом он что-то увлекся так вот этими трансформерами И как-то дальше уже ничего путного не выходило И у него, и как-то даже вот я перестал мониторить, какие новые его фильмы Да никаких, там вариации трансформеров идут И вот это, господи, пот и кровь и анаболики Там что-то была картина Да, это ужасная картина Вот, ну, да, ну, не знаю, получится ли у него Может быть, он постепенно будет выходить из этого состояния Возможно, это только первый фильм на пути возвращения Ну, посмотрим, по крайней мере, Джейк Джилленхол есть в главной роли Это уже неплохо, мне кажется, для какого-то привлечения аудитории Джилленхол, он хорош вот в трейлере, чувствуется, ну, как бы, вот, что он спасает, как бы, ситуацию Но сам трейлер оставляет вот такой вкус во рту пластика То есть, ну, как бы, вот мы тысячу раз видели вот все эти ситуации Захват заложников, все эти вот, ну, как эти крики, вопли Там, наставленные друг на друга пистолеты Но в этом вот ощущение какой-то вот уже какой-то усталости От, вот, повторения всех этих вот тысячи штампов А ведь это самое интересное, что это ремейк датского фильма И я заглянул ради интереса в, ну, глянул эту датскую ленту И она, конечно, гораздо более человечная В ней, может быть, нету таких вот перестрелок прямо вот всего Но там два брата, кстати, не такие прекрасные и красивые Как там Джилленхол, этот, значит, темнокожий актер Медсестра, конечно, тоже вот женщина в возрасте То есть не длинноногая в мини-юбке Эта вот красавица, которая, как ее там звали Энрика Гонсалес, по-моему, в общем, какая-то такая топовая Сейчас тоже красотка, она снимается периодически Вот во вторых ролях там Хоббс и этот, господи Ну, вот ответвление от Форсажа там было еще какие-то И в датском фильме там в основном все происходило Именно в машине скорой помощи То есть там именно взаимоотношения Вот они захватывают заложников И это такая камерная драма Четырех человек, которые в рамках машины Они переживают вот все возможные вот ситуации То есть сначала медсестра с этим полицейским Пытаются сопротивляться этим преступникам А затем они понимают, что это просто отчаявшиеся тоже люди Которые хотят, ну, просто вот уйти Вот закончить, уйти с миром Никому не доставив вреда И вот это, ну, такая вот Интересная человеческая драма, датский фильм И вот мне показалось, что, конечно, Майкл Бэй туда наворотил То есть первая половина фильма – это вот ограбление банка То есть там, ну, очень много чего в предысторию он туда ввел И, конечно, это, ну, обязательное разбивание машинами стеклянных витрин Это какие-то взрывы, это столкновения Это вертолеты, которые бороздят, значит, над городом Пролетая там в самых там точках То есть вот в этом становится больше зрелища И меньше какой-то вот человеческой истории И вот в этом весь ужас Потому что ты перестаешь симпатизировать этим героям То есть, ну, просто какая-то пластиковая картинка и все Да, ну, возможно, для того, чтобы провести уикенд Какой-то пятничный Это, может быть, это то, что нужно Что тут скажешь Вот, ну и теперь вот несколько слов О, может быть, событиях каких-то интересных Если больше нету примеров Нет, да, по-моему, ничего там сказать нет Вот, ну и вручали буквально, значит, в минувшее воскресенье Награды BAFTA Это британская киноакадемия Такой британский Оскар Тоже считается очень важной наградой И часто говорят, что совпадает индикатор Оскара и BAFTA То есть там во много... Ну, то есть, как бы Оскар Это уже как будто бы он аккумулирует Все-все-все полученные награды Если честно, становится уже практически почти все предсказуемым И вот британская киноакадемия Объявила лучшим фильмом «Власть пса» Картина с Бенедиктом Дородичем Да, мне кажется, это действительно уже к этому идет Что этот фильм все-таки станет лучшим фильмом года Потому что, мне кажется, какое-то неимоверное количество наград получил Так или иначе И в том числе как лучшая картина Так что, мне кажется, фаворит очевиден Опять-таки, вот постановщица фильма Джейн Кэмпион получила Как лучший режиссер награду И если говорить вот о тех, кто еще, значит, в списке Это Уилл Смит за короля Ричарда Это Тройка Цур Вот кода «Ребенок глухих родителей» Это именно глухонемой актер И, по-моему, он, говорят, что вошел в историю Как первый вот именно глухонемой актер, который получил награду Бафта Посмотрим, все шансы теперь у него есть на Оскар Потому что также стали известны победители Критик Чойса Уордс Это награда кинокритиков И он, по-моему, там Он тоже получил вот как лучший актер второго плана То есть он собирает награды И тоже вот один из претендентов на Оскар И, кстати, вот Критик Чойса Уордс Тоже дали Джейн Кемпион «Власть пса» Ну, практически совпадение вот один в один И Уилл Смит как лучший актер в «Короле Ричарде» То есть вот этот пул, можно сказать, вот наградной пул Уже так сформировался Да, когда, напомни, когда Оскар будет? 27-го, по-моему, марта Ну вот, да То есть к этому моменту уже все фавориты вырисовывались самые главные претенденты, мне кажется И там уже можно, соответственно, за них болеть и делать ставки Кстати, вот Дюна Дэни Вильнёва Которая была, ну, как бы, не фаворитом, а лидером среди номинантов Она была упомянута в 11 категориях Получила, ну, в технических Она получила за лучший оригинальный саундтрек Это Ханс Циммер Она получила за операторскую работу За лучший звук и за лучшие визуальные эффекты Ну, 4 награды, в принципе, тоже очень внушительно И, скорее всего, на Оскаре Дюна будет в технических номинациях тоже, ну, лидировать, я надеюсь, фильм Ну, мне кажется, это вполне оправданно Потому что, ну, я, как я уже говорил, я не сторонник того, чтобы такие фильмы становились лучшими фильмами года Или там «Человек-паук» и прочее Но очевидно, что в каких-то технических номинациях они действительно, они действительно лучшие Поэтому, мне кажется, да, что этот фильм действительно хороший Он был таким самым зрелищным и ожидаемым фильмом прошлого года Поэтому отметить его было бы неплохо Еще я хочу отметить, что и Бафта, и критик Choice Awards выделили Тоже совпало «Сядь за руль моей машины», как лучший фильм на иностранном языке Это японская картина Судя по всему, тоже вот как-то все складывается к тому, что она должна унести статуэтку Оскара Во всяком случае, вот она получила И мультик «Энканто» был признан лучшим мультфильмом Опять-таки, ну, для тех, кто будет делать ставки, обратите внимание Здесь тоже определился фаворит Вот, еще из новостей стало известно, что фильм «Элвис» База Лурмана Будет показан на Каннском кинофестивале 17 мая Ну, в широкий прокат он выйдет ближе к концу июня По-моему, на Лига его покажут в Америке И это картина об Элвисе Пресле Его играет Остин Батлер Актер не такой известный, как бы не раскрученный Но зато полковника Господи, Паркера сыграет Том Хэнкс Ну, уже сыграл, собственно говоря, Том Хэнкс Вот это очень ожидаемая картина База Лурмана Все-таки и Мулен Руш База Лурмана, если напомнить, это Мулен Руш Это Ромео плюс Джульетта То есть такие... Великий Гэтсби Да, такие, ну не то что, но опереточные такие То есть с большим количеством каких-то, ну не танцев, танцев, песни То есть он в этом мастер разбирается И, мне кажется, идеальный режиссер для фильма про короля рок-н-ролла Поэтому очень будет интересно посмотреть эту картину Вот, ну и еще, что Верайте сетует на плохую статистику Оказывается, только 7% фильмов 2021 года Значит, в которых женских ролей было больше, чем мужских Ну, то есть вот они загендерное топят равноправие И говорят, что лишь только 31% фильмов, где женщина играет главную роль Ну, опять-таки, вот мне кажется, вот с линейкой, там с калькулятором Считать как-то это немножко тревожные какие-то сигналы Потому что это все может как-то привести к тому, что будет разнарядка Сколько должно быть в женщин, сколько должно быть там такого цвета кожи Сякого цвета кожи Это будет, ну, скорее головная боль для создателей кино Подобные новости, они неизбежны Если о них рассуждать, это неизбежно Можно скатиться в какой-то холивар Который потом просто тебе могут припомнить при любом неудобном случае Поэтому очень сложно это комментировать Потому что, ну, нам кажется, что очевидно, что все-таки творцы должны творить Исходя из своих каких-то предпочтений Но, возможно, все-таки как-то нужно стимулировать делать так или иначе Я не знаю, я не могу подобные новости объективно комментировать, к сожалению Ты знаешь, у меня, например, вот сразу возникает ассоциация Это все равно, что художнику, ну, сказать Вы знаете, художники что-то мало используют синюю краску Мы считаем, что вот синяя краска дискриминирована И вообще нужно обязать художников, чтобы вот одна седьмая часть пространства Художественного полотна обязательно была занята синим цветом И вот такие вот делать какие-то... И как бы... А черный квадрат – это вообще дискриминация То есть там белого цвета Ну, в общем, как бы если доходить до абсурда Мне кажется, что там можно очень большому... Ко всем можно придраться и докопаться Вот, ну, а еще вот интересная была Я посмотрел трейлер Объявили о том, что 25 мая выйдет на Disney Plus Уже сериал «Оби-Ван Кеноби» Это, в принципе, вот чувствуется, что Диснею Ну, вот «Звездные войны» вот он выжимает просто досуха Просто вот, чтобы до последнего... Ну, с другой стороны, мне кажется, этот сериал У меня такое ощущение, что его выпросили фанаты Они его выклинчили, мне кажется, очень давно было После того, как появился сериал «Мандалорец» Фанаты возопили, мол, почему появился какой-то неизвестный персонаж Про него сериал, когда вот прямо в каноничных «Звездных войнах» Есть отличные персонажи, которые можно развить до сериала И в том числе упоминался «Оби-Ван Кеноби» То есть я помню эти новости еще до того, как, собственно говоря, сериал Ну, то есть не было даже в планах И вот, мне кажется, они его выпросили, вымолили у студии И студия пошла на уступки и сняла действительно сериал И хорошо, что в нем сыграли актеры из оригинальных фильмов То есть там и «Оби-Ван Кеноби» играл Эван Макгрегор И Дарта Вейдера, собственно говоря, играет Хайден Кристенсен Да, Хайден Кристенсен, для которого роль, собственно говоря Дарта Вейдера стала единственной такой звездной ролью После чего он как-то в небытие ушел Но вот сейчас его достали, отряхнули и опять он играет То есть я посмотрел трейлер тоже и порадовался, что Дарт Вейдер к нам вернулся Так или иначе, все крутится вокруг этого персонажа Весь мир «Звездных войн», мне кажется То есть он умирает в конце какого-то там шестого фильма Но вот весь мир «Звездных войн» продолжает крутиться вокруг именно него То есть так или иначе он упоминается во всех, мне кажется И отсылки к нему идут, можно найти во всех фильмах Ну да, он погиб вот в четвертом фильме То есть это был первый, самый первый фильм, который вышел на экраны Но он считался вот под номером 4, когда появились там последующие продолжения Вот, и ну я посмотрел трейлер, конечно, все в стиле вот «Звездных войн» Вся эта и стилистика, и ну для фанатов это будет такое удовольствие Ну я хотел, может быть, тогда свои такие Я в новости тоже вычитал Мне интересно было, что на одной из прошлых передач я говорил о том Что вот из-за санкций в России перестали Поскольку перестали там выходить иностранные фильмы То их и перестали переводить И, соответственно, я сказал в шутку Что, наверное, могут вернуться переводчики 90-х И буквально через пару дней я прочитал новость Ну об этом, наверное, спросили того самого Володарского То есть того самого Володарского Вот, и он сказал, что в принципе, да Он с удовольствием возьмется снова за это дело Снова сможет переводить Но, соответственно, он там говорит о том, что мне нужны гонорары Потому что нынче фильмы не зарабатывают Поэтому если найдется спонсор, я готов сесть снова в это кресло То есть вот такая новость Ну, повод, конечно, грустный Но новость сама по себе забавная Да, вот я, кстати, вот с Антоном Долиным Когда мы тоже беседовали, брали интервью Он ушел как-то от ответа на вопрос Что будет дальше Но насколько, как он видит эту ситуацию Потому что, если честно, вот положа руку на сердце У меня ощущение, что, да, студии как бы сделали такой, ну, демонстративный жест Они ушли с рынка, забрали свои фильмы Но все-таки Россия очень большая страна Это большой, но большой сегмент рынка Где, ну, все-таки какие-то весомые миллионы Приносят этот рынок к Голливуду И я думаю, что, конечно, вот рано или поздно Они все-таки вернут Ну, то есть не может быть такого Что вот голливудские студии уйдут с российского кинорынка Ну, прямо, ну, не знаю, на пару лет Вот на пару лет не будет вообще выходить никаких больших крупных фильмов Это слишком, ну, вот какая-то такая большие деньги Которые, ну, я боюсь, что эти деньги могут поменять принципы Да, ну, главное, чтобы этот кинорынок сохранился за это время То есть, как я уже говорил и опять читал Что кинотеатры в России просто плачут Что они просто, ну, на грани вымирания находятся Потому что ты говоришь, что Россия большой рынок А я читал, ну, не знаю, насколько можно верить Что российский прибыль именно из России Для крупных киностудий составляет всего 3 или 5 процентов То есть, ну, если речь идет об их репутации, так скажем То они, я думаю, способны чуть-чуть потерпеть Понятное дело, что как бизнесмены Они будут держать руку на пульсе событий И как только это будет возможно Без потерь для репутации киностудии Они вернутся, да Но до тех пор, пока это будет чувствоваться Пока общественное мнение не поддержит их в этой ситуации Они туда не вернутся Для них куда проблемнее будет, если, допустим, Китай Окажется под санкциями тоже Потому что Китай — это намного больший рынок для студий Там они более, так скажем Ну, для них проблемно, если китайцы откажутся от этих картин Ну, видишь, вот как раз с Китаем Вот я читал, что для того, чтобы завоевать китайский рынок Как раз-таки даже убирали Менялись сюжеты голливудских фильмов Чтобы там, не дай бог, не обидеть Чтобы там не было злодеев китайцев То есть это все, ну, готовы были пойти Ну, поэтому китайский рынок — это, да, большая часть прибыли Поэтому, соответственно, это важно Россия, ну, к сожалению, не так важна для, скажем, для Голливуда Как Голливуд важен для российского, ну, этих, для кинотеатров Российских, которые, соответственно, получают прибыль 70% своей прибыли получали именно с иностранных фильмов Ну, видишь, ну, посмотрим Может быть, знаешь, заменят индийским кино Как раньше там «Зита и Гита» было Тем же китайским, индийским Ну, да, возможно, это импортозавещение Может быть, оно будет работать Будут вынуждены это Но оптимизма не добавляет Я так понимаю, у них там В сфере этой Вот, ну, и хотел еще сказать Что вот в конце марта Должен выйти долгострой российский Опять же, который мы, наверное, теперь не увидим Потому что у нас его не покажут Это экранизация, очередная экранизация Пелевина «Ампир В» То есть тематика вампиров Которые там правят Россией незримо Вот, она популярна сейчас, эта тематика И я читал, что фильм Его начали планировать 11 лет назад этот фильм То есть это реально долгострой Он, я о нем читал, о том, что его запускали в производство лет 5 назад И вот он тянется, тянется И вот, наконец-то, его запланировали уже к выпуску А тут опять какие-то перетрубации Но в конце марта они обещали его выпустить Ну, может, это чуть-чуть как-то взбодрит Кинотеатры Хотя, конечно, Пелевин это такая Все-таки Ну, не для массовой аудитории, мне кажется Но что-то новое Что-то, возможно, привлечет аудиторию Еще я, кстати, забыл сказать Что Сандра Буллок объявила о том Что она собирается взять перерыв в карьере Посвятить себя семье У нее там двое детей 10 и 12 лет Но вот получается, что Последним фильмом, в котором она успела сыграть Это «Затерянный город» с Ченнингом Татумом Кстати, уже ролики вот в кинотеатре я посмотрел Они перед фильмами активно идут И я понимаю, что фильм Ну, где-то в следующем, может быть, месяце, в апреле Появится на экранах или в конце марта Развлекательное такое Развлекательное приключенческое кино Я так определил в духе романа с камнем Да, что-то очень похоже Но вот мне кажется, что для Сандрычки В общем, сейчас какой-то такой очень сложный Действительно момент Потому что ей удавалось Вот вплоть до 50 лет Ей уже все-таки 50 Играть все время молодых женщин То есть такого неопределенного возраста Она великолепно выглядит Но я боюсь, что вот сейчас Вот именно она чувствует, что Ну, в какой-то момент уже скрывать этот возраст Будет сложно И для любой актрисы Это большая проблема Потому что ей придется переходить В новое амплуа И вот искать это амплуа Что это будет? То есть играть, ну, не знаю Может быть, не совсем уже сразу бабушек, старушек Или каких-нибудь пожилых пенсионерок Но в определенном Я думаю, что ей придется Ну, расстаться с этим образом Такой наивной, красивой, молодой, яркой девушке Это вот сколько там было И предложений Ну, как бы С Райаном Рейнольдсом был фильм Там, где она делала предложения, значит, мужчине И с Хью Грантом Романтические комедии Ну, и там с Киану Ривзом Дом у озера И сколько там Ну, вот можно перечислять и перечислять Вот, в принципе, это все время вот такие Ну, достаточно однообразные Но, тем не менее, любимые зрителям Образы Вот именно симпатичных Очаровательных Молодых женщин И вот Действительно, ей нужно сейчас найти Вот эту нишу Новую нишу Куда вот приткнуться Я думаю, что, скорее всего, тайм-аут Как бы это ни Цинично звучало Мне кажется, связано не с семейными проблемами А с тем, что Ну, ей нужно подумать И что-то изменить в своей жизни Ну, возможно, да Но могу сказать, что она Не только в Ромкомах снималась Есть несколько серьезных фильмов За которые она, в том числе, по-моему, на Оскар была номинирована Ну, «Слепая сторона», да Там был фильм Да, вот И сейчас фильм драматический Постепенно она приходит И шла Она, видимо, мудро поступила Заранее начала готовить себе к пути К каким-то таким более серьезным ролям Которые не будут эксплуатировать Исключительно ее молодость И старая амплуа Такой девочки Девушки, живущей по соседству Как раньше говорили Вот про нее Вот Ну, да Вероятно, ты прав И действительно Сейчас она взяла перерыв Чтобы именно Подумать На какие предложения соглашаться в ближайшее время То есть для бабушек это, конечно, ей рановато еще Но для мам главных героев, наверное, уже вот в самый раз Наверное, вот в эту сторону будет двигаться Вот, а я еще хотел сказать, что почитал с интересом наконец-то Что объявлена дата премьеры второго «Аватара» И если ничего не изменится Это будет декабрь этого года И лично я вот В большом предвкушении И надеюсь Дождаться Надеюсь Дожить до всего этого И еще раз окунуться в этот мир Аватара Потому что в свое время, конечно, этот фильм Стал прямо прорывом В жанре и прорывом вообще В новом кинематографе, так скажем Я надеюсь, что Сколько времени И сколько денег Камерону на это дали И он все-таки Он мастер Ну, то есть Камерон из тех, кто Кого смело можно назвать не ремесленником Таким от кино А творцом Открывающим в том числе и что-то новое И я надеюсь, что во второй части Он не подведет И действительно что-то новое покажет Тем более, что он снимает Не только вторую, но и третью Одновременной части Но про нее пока речь Говорить рано Но вторая вот Запланирована уже в этом году Так что можно Отсчитывать Месяцы Мне, по-моему, даже Где-то Казалось, видел Дату Для третьей части Через два года То есть это будет 24-й год Декабрь 24-го года Это уже Ну, какая-то приблизительная дата Для третьего фильма И, по-моему, четвертый там тоже Как-то в проекте На мази То есть он сразу три картины Снимает Но, ты знаешь, вот мне немножко страшновато Потому что Аватар всегда ассоциировался у меня с 3D-кино Где эти 3D-фильмы? То есть вот самое поразительное То, что В какой-то момент Казалось новым прорывом Каким-то новым направлением Для кинематографа Вообще Вот я вдруг забыл Когда в последний раз Смотрел в очках Вот кроме вот 3D-Титаника Ну, фильмы Фильмы были Просто, мне кажется Их чуть-чуть Пандемия остановила То есть были какие-то Именно проекты снятые С этой Ну, целенаправленно для 3D Но, как я правильно Действительно прочитал Очки Вот сами очки Да, вот сама эта техника Она чуть-чуть Ну, многим не нравилось Кому-то не подходили У кого-то глаза болели И все сейчас Ну, по крайней мере До пандемии В том числе И тот же Камерон Работали над тем Чтобы найти Эту технологию Позволяющую Снимать 3D Без очков Не знаю Насколько Как это возможно И возможно ли Но вот Усилия были направлены На это Ну, не знаю Что может быть Камерон возьмет нас И удивит еще раз Как знать Вот Но Говорили Что Тупик 3D Именно связан С наличием очков Потому что Они многим Не подходят Или даже У некоторых Они просто не работают Вот глаза так устроены Что они не работают Не знаю Ну, а между тем Вот я понял Что мы не успеем Сегодня поговорить Про кино Которое мы смотрим Когда нам плохо Потому что у нас Закончилось время программы Мы договорили До самого финала Спасибо огромное Владимир Веселов Олег Пека Программа Синема И до следующей среды Пока День в день Час в час